Это топ-лав средство, которое заставит вас встать с дивана и пойти на поиск приключений. Байдарка? Или каяк? Байдарка или каяк? Если спросить вот на реке, где-нибудь в центре Сибири, где я в данный момент нахожусь у какого-нибудь человека, может не понять маленько предназначение данного плавсредства и не уж тем более его название. Именуется данное плавсредство сайтом-производителем как фиш-каяк, то есть ключевое слово, я так понимаю, здесь каяк. Однако на сайте производителей, на официальном тайм-триал, данный каяк располагается в категориях байдарки, между прочим. То есть, давайте буду называть как простой сибирский парень, пускай будет это для меня лодка, но чтобы некоторое уважение проявлять к телезрителям, буду иногда называть байдарка, каяк, фиш-каяк и так далее. Этот такой, наверное, не то чтобы обзор, просто поделюсь своим опытом использования, своей байдарки использую. Я ее вот всего лишь сезон 2021 года, в начале весной стал обладателем. И есть что рассказать. Поговорим о плюсах, несомненно, и некоторые минусы, я тоже, минусы для меня, я тоже хочу задеть. Значит, ну давайте для начала заказать вот такую подобную байдарку. Можно в различных вариациях. Изначально она идет из ПВХ, там немного тонкого. Я же заказал из самого толстого, плюс усиленное дно я заказал, потому что реки тут бывают сложные, бывает и в темноте приходишь на стоянки. Нужна была прочная, в общем, прочное плавсредство. Маневренное, узкое, но достаточно вместительное. Дополнительно я заказал перегородки в надувные баллоны, то есть получается 4 баллона накачиваешь. Надувное дно заказал НДНД, но об надувном дне поговорим маленько попозже. Дополнительно была заказана надпись, одноименная канала, на котором вы смотрите видео. Заказан был стабилизатор курсовой устойчивости, вот пластиковая, на корме находится. Ну и самое обычное весло, самое обычное байдарочное весло, правда. Наверное, я буду себе приобретать другое. Такое ощущение, что весло не мое. До этого момента я байдарками никогда не владел. Единственный у меня был опыт на Иволге 2, на резиновой. Ну так получилось, попал, не зная того, на сложную реку. И весла, которые в уключенных находились, мне пришлось изоленты перемотать и получились такие симметричные весла. И я вот на этой резиновой лодке эту реку прошел с переворотом, с потерей спальника. И, ну в общем, пришлось нормально там попотеть, померзнуть, как говорится. Ну и такое ощущение, что весло маленькое не мое, но пока проблем с ним нет. То есть оно прочно, когда к берегу причаливали, на мелька досадишься. Вот часто сейчас было на этом сплаве. И вот прям веслом упираюсь и прямо отталкиваюсь, то есть не жалею. То есть весло прочное, качественное. То есть, ну проблем никаких нет. Единственное, возможно, говорю, по личным предпочтениям, возможно, не мое просто. Леерная обвязка тут по всему периметру. Вот. Носовой тент такой, который очень удобный. Особенно, когда какие-нибудь валы проходишь. На каком-нибудь там порожке небольшом, допустим. Очень удобная штука. И идет она отлично. Вот. Значит, дано, разумеется, пришлось уже покорябать. Это не зря я усиленное дно заказал. Вот. Вот видите кадры. Вот такие вот шрамы, грубо говоря, об камне, об коряги. Всевозможные препятствия. Такие сделались. Значит, за это время владения, вот, один сезон. И получается, вот, прошла она. Еще, вот я сейчас, в данный момент, нахожусь на сплаве. 350 километров первый сплав был. Потом еще 120 был километров сплав. Потом, вот, сейчас 150 километров сплав. И, в общем, если общую сумму брать, я считаю, для первого сезона прошел достаточное количество километров. Для ознакомления. Вот. Не зря заказал ПВХ именно толстый. Самый, который возможно было заказать. И это мне очень, в принципе, помогло. Потому что, вот, тут есть, вот, боевые шрамы, такие, достаточно глубокие. Я думаю, если я бы заказал из тонкого ПВХ, который изначально идет, ну, пришлось бы, наверное, мне не сладко. Да. Ну, дополнительно, что-то купил, вот, эти обыкновенные стяжки резиновые. Всем известные вот такие. Ими достаточно, достаточно удачно, я считаю. Крепить можно, фиксировать груз. Фиксировать груз. А какая красота-то у меня тут за спиной образовалась. Нахожусь на одной из самых красивых рек в Сибири. Да и, в принципе, в России, наверное. Вот. Если не видели этот сплав, кстати, можете зайти на канал, обязательно посмотреть. Вот. Значит, что я хотел сказать. Байдарками не владел профессионального какого-то мнения. Я ни с кем с блогерами спорить не хочу. Хотя с некоторыми я там не согласен по поводу данного фишка. И, собственно, только свое личное мнение и опыт использования я с вами поделюсь. Знаете, вот, бывают вот такие моменты в жизни. Стоит у тебя в гараже мотоцикл «Урал» с ведущей люлькой. И тебе нужно с неохотки вставать, идти в гараж, попутно обыскивая гараж на предмет каких-то запчастей. Чтобы, пу-пу-пу-пу, но на этом Урале вернуться назад домой. И тут в одно прекрасное, допустим, весеннее утро с аукциона где-нибудь из Японии. Покупаешь ты «Ямаху» «Драгу» классическую, кубовую. Вот, и вроде бы как бы тот же мотоцикл. За исключением, что там несколько новых современных кнопочек, работающие поворотники. И, в принципе, тактильные ощущения другие. Ну, в принципе, такой же мотоцикл, такое же управление. Два колеса, как говорится. А ощущения-то совершенно другие уже. На Урале-то тебе ездить не хочется, а на «Драгу» ты садишься и хочется просто ехать, ехать, лишь бы бабки были на бензин. Ну, еще один пример, раз уж такая пьянка пошла, вот с обувью. Были у меня старые кроссовки, допустим. Ну, не хотел никуда ходить. Не хотелось никуда ходить, ногам неудобно. Трет везде, мозоли постоянные. Ну, и тут вот тоже в один прекрасный день осознаешь, что лучше купить какую-нибудь дорогую, хорошую обувь, ну, чтобы была качественная и долговечная. Ну, и тут покупаешь, например, пару полуботинок от компании «Мерл», например. И все, я вот себе купил кроссовки. И все, и мне хотелось каждое утро их надевать и куда-то идти, там, на дачу. Я перестал на автобусах там совершенно ездить. Я на дачу пешком ходил. Да везде, куда угодно. Хотелось в них ходить. Вот и я к чему все это. Вот лежит у меня лодка, например, вот этот вот «Кандигир», например, от «Сибривера» компании. Плохого ничего не скажу, но есть минусы там. Я, наверное, кстати, в конце видео покажу их. Фурнитура, блин, приклеена, как я не знаю, кому они. Может, мне такая попалась. Вот у нас в команде есть люди, у которых «Сибривер» много лет, ничего не отклеиваются. Блин, ну у меня вся по швам там уже скоро, наверное, пойдет. Фурнитура просто, приклейка очень некачественная. Здесь хоть бы что. Я так нигде и не нашел, чтобы где-то что-то начало отклеиваться. Вот даже вот здесь я натягиваю. Вот видите, как нестандартный вот фиштрон, вот этот, сидушку. И вот эта вот фурнитура, вот эта приклеена. Она, ну нигде, ничего, не отклеилась. То есть к качествам сборки абсолютно доволен, доверять можно. Вот я еще хотел сказать. Никаких проблем. И именно вот эта вот данная байдарка, когда оказалась у меня, мне прям захотелось, в отличие от той лодки, которая, ну раз, может, в год на сплав с ней сходишь там и неохота. А тут я уже, по-моему, четвертый раз на сплав попал в этом году. Хочется и хочется на ней плыть. Ну вот правда, это то плавсредство, которое заставит вас встать с дивана и пойти на поиск приключений. Вот. Вот я что хотел сказать. Фишка Як Эво называется. Там есть Эво 2 двухместное. Вот такие моменты. Очень доволен. Я очень искренне доволен. Я даже, ну, в принципе, обзор не планировал снимать, потому что у меня на канале прямых обзоров очень мало. Я их записывал только тогда, когда, ну, прям, ну, от души. Мне понравилось общение там с менеджерами. То есть все выслушали. Все, прям все мои заморочки вот эти вот. Возможно, глупые они были. Потому что я говорю, байдарку первый раз заказывал. Все время на лодках там, на ПВХ. И, ну, не знаю. Давайте маленько осмотрим ее. И раз уж я ее очень похвалил, нужно несколько для меня минусов тоже упомянул. И чтобы вы тоже об этом знали. Ну, чтобы вы себе правильно именно подобрали плавсредства. Чтоб, ну, учли вот эти вот моменты, о которых я вот в обзорах не слышал у других товарищей. Так, я себе еще вот такую штучку заказал. И вот сейчас можете проверить, кстати говоря, этот, ну, QR-код в мой инстаграм, где, кстати, очень часто выкладываю какие-то фотографии. Ну, и можете сканировать. Там, в правом верхнем углу, нажимаете, сканировать QR-код, и попадете на мой инстаграм. Вот. Леер очень крепкий. Вот. Фурнитура, как я и говорил, вообще, вот она. Ничего. Ни одна вот эта. Я специально осматривал. Специально, ногтем так это пытался что-то. Нифига. Все приклеено отлично. Значит, плавник вот этот, который внизу, стабилизатор курсовой устойчивости, крепится вот на такой совершенно замечательной резиночке. Вот. И если вот эту вот резиночку опускаете, раз, и плавник этот вот встает в свое положение. А эту можно куда-нибудь, например, зафиксировать. Все. Штука вот эта. Многим не нравится. Дед с Урала. Ну, мое видео, наверное, вряд ли будет смотреть. Вот. Вот он, ему вроде как не нравятся вот эти плавники. Смысла в них не видит. На самом деле, штука отменная. Очень она влияет на ход. Вот. Я ее оценил. То есть без нее я вообще просто на воде не стою, грубо говоря. Такие моменты. То есть плавник, штука не зря заказал. Так. В комплекте идут вот такие вот спиннингодержатели. спиннингодержатели. Четыре штуки. С той стороны. Ну и, соответственно, спереди тоже две штуки. Вот они. Так. Такой момент. Такой тоже. Чтоб вы узнали. Значит, вот эти стаканчики, видите, тут снизу здесь выпуклость такую имеют в наружную сторону. Их нужно крепить снизу. Ну, может быть, их изначально нужно было снизу крепить. Я не знаю. Но первый раз, когда я пошел, я их закрепил вот так. Выпуклостью эту сверху вот так. Вот видно. Выпуклостью сверху этой. Что произошло? Стоял у меня спиннинг на течении. Ехал, рыбачил. Надирольку, грубо говоря. Зацеп произошел. Спиннинг вот так. Ну, загнуло, защемило. И чтоб его вытащить, усилие понадобилось. Я его выдернул. И этот стаканчик, в общем, вместе с ним вылетел и в воду, короче, поймать я его не успел. Вот поэтому, имейте в виду, переворачивайте вот этой выпуклостью вниз. Если вы рыбачите там на тирольку, на течении, во время сплава, вот такой момент. Так. Что тут? Ну, карабинчик я тут навесил. Кстати, об этих вот крепежных кольцах сейчас я маленько побомблю. Побомблю. Есть там пара моментов интересных. Так, надувное дно. Надувное дно низкого, ну, НД-НД, в общем. Я не знаю, чем я руководствовался, когда я его заказал. Видимо, старая, это, как это, ностальгия, вот по лодкам, по обычным, где обычное надувное дно. Я почему-то думал, оно просто толще, теплее, там, прочнее, не знаю, в общем, как сказать. Вот, решил вот заказать, не знаю, почему. Сейчас же, мне кажется, действительно, как и многие говорят, что Airdec, он действительно будет практичнее намного. Поэтому, очень буду надеяться, что к следующему сезону, блин, у меня появится Airdec, и его опробую уже в полной мере. Так, значит, клапана тут стандартный, клапан, клапан Голубева, ну, обычный, обычный. Вот. Надувное дно менеджер сказал, что кончились эти клапаны. Давайте поставим лепестковый, можно будет накачивать типа одним насосом. Лучше подождите, и чтобы все клапаны были одинаковые. Я против лепестковых клапанов ничего не имею, против, но я сейчас откручивать не буду. Когда накачиваешь это дно с этим лепестковым клапаном, вот он тоже мягкий, вот вы видите. Накачиваешь чуть сильнее, клапан этот не держит. То есть изнутри этот лепесток резиновый, он вырывается давлением сюда наружу, и не получается накачать до нормального давления. Получается вот на таком полу накачанном состоянии. Приходится давать. Ну, ничего страшного, как бы это терпимо, это, ну, просто вам хочу рассказать, чтобы ошибок не было. Я просто очень хотел байдарку, поэтому решил, мужики там костерок, он зыбабахали. Отошел маленько от нашей стоянки, вот, вот, и напротив скалы стоим, сейчас, не знаю, не будет видно, хотя, видно, здоровенно, 135 метров, коптером летал, померили высоту на 135 метров. Так, давайте продолжим, 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 так, о чем ничего сказать, я просто не готовился, я не профессиональный обзорщик там какой-то. Так, ну, веревку, естественно, капроновый фал, сюда захреначил, сделал узел, этот рыбацкий штык, как обычно, ну, один из самых простых и самых надежных, который, в принципе, ни разу в жизни не подводил. Вот, логотип, фишка яка, вот так вот, значит, идут в носовой тент, получается, в носовой тент вставляется тут в него вот такой прутик, первый раз вставляется, ну, пипец, я его, я даже мылом его смазал, чтобы он, блин, входил, выходил, а так он, вот, вот сейчас, тем более, когда вот сырая погода, это для упругости, устойчивости вот этого носового тента получается. Так, ну и плавник вешается тоже на, ну, на вот такую пластиковую штуку, вполне нормально. Так, ну, давайте перейдем к самому, наверное, интересному, это к этой сидушке. Сидушке. Сразу, я еще раз предупрежу, я против, ничего не имею, я прошел за раз, ну, я имею, с остановками, с ночевками, 350 километров, 351 сплав и ничего, задница не отвалилась, так говорится. Но, смотрите, какая ситуация. Когда я смотрел другие обзоры, да даже на картинке на официальном сайте, вот эта спинка, вот эта спинка, явно оказалась выше, явно оказалась выше. Я и думал, что, ну, пускай будет та, что идет в комплекте, но почему-то досталась вот такая, которая поменьше и мне в спине не совсем удобно. Плюс, не выдерживает она меня, приходит, ну, обычно вот так, люди, вот этот, держатель, держатель спинки. Мне приходится вот туда и вот так вот, вот так она вроде не проваливается назад, короче. Вот, значит, повыше, казалось, и вот как раз у деда с Урала видел, я потом понял, в чем причина, оказывается, есть, которая потолще маленькая штука и которая вот здесь не надувается вот здесь посередине, внутри, как вот здесь, я на вот монолитной конструкции, да, не согнуть, а там просто ведут ПВХ такие ленточки, то есть она, спинка может складываться, то есть ее отрегулировать там под себя как-то можно, я не знаю, ну, я бы нашел выход, а это все, с этой ничего не сделаешь. Ну, штука отменная, кстати, как раз, вот он говорил, что спускает, вот, вот этот фиштрон, там, ну, если ты день-два идешь, говорит, всяко-разно, она будет спускать. Нифига, у меня, блин, 35 километров прошло, у меня как было, так и есть. Вот сейчас уже ровно 100 километров, вот до этой стоянки, где мы сейчас стоим, вот, я ее в первый день накачал, вот она, так и есть. То есть, ну, у меня лично не спускает, почему-то. Вот так. Вот, и хотел по поводу сидушки еще это, маленько побомбить на производителя, ну, по-доброму, по-доброму, я человек не злой, как бы это. Вот, 21 век, вот, ну, как-то, я не знаю, ну, как-то придумать можно было там, чтоб, ну, наконец, регулировалось немножко хотя бы, плюс-минус там, вверх-вниз, по высоте, я, может быть, ну, не сплавщик, там, спортсмен какой-то, но мне кажется, лодка, фиш-каяк, ну, для рыбалки, как название говорит, ну, какой-то комфорт должен быть. Штука классная, вообще претензий нет. Ну, какую-то регулировочку, кубы, блин, вот сюда бы, захреначить, было бы вообще, вообще, анкл-бенц, ну, если был бы тот, фиш-трон, о котором я рассказывал, с ленточками, которые, спинка там сгибается, ну, я бы меньше ныл, наверное, сейчас. Ну, поскольку мне вот, все в совокупности досталось, вот, решил маленько рассказать, вот, такие вот моменты. По высоте, это, по высоте регулировку, и чтобы, я понимаю, что тут электроз, ликпаз не поставишь, эта штука ненадежная, особенно на сплавах, особенно, я думаю, да, вот на порогах скакать, не выдержала бы. Опасная штука, для здоровья и для жизни. Вот. Но какую-то штуку, чтобы регулировалась она, вперед-назад, не, понятно, я могу вытащить вот эти вот, крепится она вот на таких штуках, идет, вон, видите, это тоже пластиковая, стержень такой, пластиковый. И вот, крепится она совершенно прекрасно, надежно, к фиштрону, к этому. Фиштрон. Я, значит, в троне, да, сидел. Вот. Как-то бы, как-то бы усовершенствовать эту систему. Не, я боюсь там обидеть кого-то, что, может, это, эталон, типа, сплавов, спорта, водного туризма, и так далее. Но, как-то это, я не знаю, что-то вот, сидушка. Ну, и у меня еще размеры такие, сам, метр девяносто, сотку веса, как бы, может быть, у меня габариты, такие, нестандартные, которые, не подстроятся. Ничего, я вот и плыву, я и буду с ним ходить. Другого нет, у меня, это сиденье, более, для меня, вот, подходящего. ничего страшного. я и на нем похожу. А, насчет сидушки, все, смотрите, какая ситуация, если вы сплавляетесь по, ну, до третьей категории сложности, как вот, я вот, в прошлый сплав, по-моему, ходил. Эту, фиштрон, я отцепил, из этих креплений, положил на дно, ну, на какой-то там, этот, на какой-то пенопласт. То есть, сидушка была в самом низу, делать это, ну, стрёмно очень. То есть, мне не понравилось, знаете почему? Сидел на дне, гребсти очень удобно. Воды в байдарке я вообще не видел. Хотя, я байдаркой владею, говорю, вот только, как первый раз, говорю, сел. Воды вообще не было. Но, есть такая ситуация, сейчас расскажу. Вот она на дне. Первый раз я пошёл так, сидушка была закреплена сверху. Я эти все перекаты, все порожки, все валы, просто как, как на утюге по гладильной доске шёл. Я даже ни одной капли не увидел на носовом тенте вот этом. Ни одной не было. Когда я этот фиштрон поставил на пол, ну, надувное дно, предварительно, так же зафиксировав его. Она, то ли играть начала как-то вот так, то ли какой-то эффект это даёт, не понимаю. Значит, небольшой вал такой был. Небольшой, там, такой перекатик. То есть, я, кстати, это вот есть видео на втором канале, у меня, по-моему, с французом, где мы сплавлялись. и прям небольшой вал я просто проткнул эту волну, грубо говоря, и вся вода, блин, через это. Ну, видать, вот сыграл вот этот момент. Поэтому, ну, видимо, не зря придумали, чтобы крепление было именно таким. Поэтому, зря, наверное, я побомбил. Ну, вот такой вот момент. А когда сидишь высоко вот так, она вроде играть начинает и более переворачиваемая она становится. Но вы тогда плюс зарабатываете вот на таких волнах, грубо говоря. Вот. То есть, не заливает, идёт ровно. Вот такой момент. Когда сидите внизу, она менее переворачиваемая. Уже когда приспите, в какое-нибудь бревно упрётесь на несильном течении, например. не сразу вас завернёт на него или под него. То есть, ну, равновесие можно попытаться поймать. А если, ну, наверху сидеть, сложно это сделать. Я вот на коряге перевернулся вот на сплаве. Всю технику потерял. Электрон. Вот такой момент был. Ну, не знаю. В общем, минусов, можно сказать, вообще нет. За исключением моего, говорю, отличного неудобства. и нагундел, там намного уже. Цвета разные. Цвета абсолютно разные. Разные ПВХ. Можно хоть разноцветные, по-моему, заказать у них. как говорится, любой каприз за ваши деньги. А, и еще момент вот к интериалу. Понятно, что это я, это осел такой, со своим неокрепшим разумом, поперся на сайт производителя. но, там на главной картинке, когда вы заходите, этот фиш-каяк Эва набираете, там стоит сейчас на главной картинке синяя такая лодочка. Ну, вот этот, фиш-каяк, байдарка, каяк, плавсредство. И у него вот этих крепежных элементов на этой фотке четыре штуки приклеено. Здесь только четыре штуки и там еще четыре. Почему мне тут по одной наклеили, блин, вот это я не понимаю. Но, оказывается, это допы были. Нужно было просто почитать, не лениться. И, как говорится, вот так. Сам виноват. Надо было заказывать, потому что вот эти крепежные кольца очень неплохая штука. Очень неплохая штука. По поводу надежности вот этих резинок можете вообще не сомневаться. Я говорю, меня перевернуло. Все осталось на месте. Самое ценное, самое важное. Ну, палатки, спальники, там еда. Электроника, дело на жену. Я уже все купил, да заказал, грубо говоря, поэтому. Поэтому вот так. Ну, вот такой вот фиш-каяк у меня, друзья, появился. Ничего не отклеилось. Единственное, там несколько боевых шрамах осталось. Но пока ничего не подклеил. ПВХ вроде выдерживало. Складок вроде ничего нет таких, как там пугают. причем складки там показывают. Ну, тут не видно. Накачана она просто нормально. Складки показывают. Эти складки почитайте, во-первых, для чего они нужны. Они же тоже не просто так, там вот эти складки. Это не то, что некачественно там заклеили или вы недостаточно накачали. Они тоже свою роль играют, между прочим, при конструировании, при производстве, как бы, и в дальнейшем использовании. они нужны... Ну... Вот. То есть, в общем, я на 100%, я на 200% доволен. То есть, у меня желания даже теперь нет на своей этой большой сибриверской лодке это, ну, куда-то там в одиночку там или еще как-то пройти. Она вот как баржа, как сухогруз. Хода хорошо себя проявляет, потому что она здоровая, объемная, комфортная, в принципе. И волн никаких не боится, потому что и надуманные баллоны там эти большого диаметра и так далее. Вот. Ну, смотрите, как бы, там есть множество разных, из разных материалов, там, как они, модный-то этот, который по крафту это делает, ТПУ, да, там, ЧПУ, ну, могу упутать, я что-то пока не очень как-то к этому материалу, с ПВХ пока привык работать. Поэтому вот так. Разные плавсредства на разные кошельки, в общем, по разной цене, у кого какой кошелек, тот, то и покупает, в общем. Поэтому смотрите сами. Ну, ссылку, я не знаю, сами найдете, но если не найдете, загляните в описании, тогда, оставим на производителя. Ну, классно, классно, классно. Ну, и как там я плавал, как я там выгляжу в лодке, как там веслами работаю, не знаю, там вот на канале вы можете посмотреть различные сплавы и на втором канале посмотреть, то есть имеются там такие моменты. А так все классно, я очень доволен, спасибо огромное производителю, что мы сейчас в октябре месяце имеем возможность путешествовать на таких чудесных плавсредствах. Вот, я ставлю лайковский, не под видео, а именно производителю, просто от души, просто вещь. всем большое спасибо за просмотр, дай бог кому-то помог.